Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Рекламное всплывающее окно. Всплывающее окно. Подтверждение, допустим, если ваш сайт плюс 18, чтобы было соответственно окно. И информация куки, что вы собираете куки, ваш сайт собирает куки. Правовой такая вот информация, если нужно, можно также выводить. И давайте начнем с первого, рекламное всплывающее окно. Сначала, конечно, мы его включаем. И сразу мы можем на миниатюре видеть это такое по центру, какая-то аукционная, возможно, будет у вас реклама. Включаем. Здесь также либо это какое-то простенькое окно с текстом, либо HTML-блок. Неоднократно уже мы с вами проходили. У меня есть готовые блоки. Давайте я какой-нибудь блок подкреплю. Просто для демонстрации. Конечно, вам надо будет здесь в редакторе HTML создать какое-то красивое окно с какой-то акцией, рекламой и так далее. Дальше стиль, фон всплывающего окна. Можно выбрать любой оттенок, прозрачность, загрузить свое изображение. Прямо на фон. Цвет текста всплывающего окна. Темный, светлый. В зависимости от того, какой фон будет, такой будет и текст. То есть фон темный, значит светлый текст. Ширина всплывающего окна можно здесь указать в пикселях. Настройки. Скрыть для мобильных устройств стоит да. Когда показывать окно? Через время. Показывать при прокрутке вниз. То есть вы сами здесь уже решаете. То есть заданное время окна 2000 это в миллисекундах, это 2 секунды. Через 2 секунды у нас будет окно всплывать. Показывать после количества посещенных страниц. То есть здесь можно указать там 1, 2, 3 страницы человек посетил и окно показалось. И версия всплывающего окна. Ну здесь вот прочитайте, зачем это нужно. Можно 2, 3 версии поставить. Сохранить. Пойдем на сайт. Обновимся. Через 2 секунды окно всплывает. Крестик закрыт есть. Окно браузера затемняется. Здесь вы уже смотрите, да, как его лучше настроить. Надо на мобилке, значит на мобилке показываем тоже окно. Показывать при прокрутке вниз. Давайте попробуем вот этот вариант. Пойдем на сайт, обновимся. В моем случае прокрутка у меня не сработала, потому что, ну не знаю, возможно у меня слишком маленькая страница. Здесь надо уже смотреть. Возможно баг. Мы рассмотрели с вами всплывающее окно. Его я отключу. И давайте посмотрим всплывающее окно подтверждения. Включаем. Здесь можете просто то, что на английском перевести на русский. Вам больше 18 лет вопрос. Здесь нет возможности загрузить HTML-блок, хотя HTML-блок дает возможность вставить шорт-коды. То мы шорт-кодом все равно можем сделать красивый блок в HTML-блоках и шорт-кодом вывести. И сообщение при отказе. Человек, допустим, ну давайте посмотрим, как это выглядит. Человек должен нажать на кнопку. Допустим, это какой-то интернет-магазин по продаже каких-то товаров для взрослых. Вот видите, я загрузил сайт, у меня тут же всплывает такое окно. Если человеку нет, 17 человек, допустим, нажимает, он увидит, доступ запрещен. И он не может сбросить это окно. Видите, я нажимаю. Но это такая чисто информация, знаете, чтобы к вам законодательство не докопалось. По факту человек просто может обмануть эту систему. Вот я просто обновил страницу и нажимаю, мне есть 18 лет, и все, сайт мне доступен. Поэтому это такое себе. Но оно здесь есть. Дальше стиль, то есть фон можно. Или загрузить картинку на задний фон всплывающего окна. Цветовая схема, тоже темный или светлый текст. И ширина 500 пикселей. Ширина окна здесь, я думаю, понятно. Следующее всплывающее окно. Информация о куке. Вот здесь вот мы можем видеть, снизу такая полоса появляется. Включаем это окно. Текст можете оставить, менять на свой, произвольный. Дальше страница с подробностями. То есть здесь может быть ссылка, где будет подробно расписана информация о файла в куке. Допустим, вы создаете страницу, ту информацию размещаете, а потом эту страницу здесь подкрепляете. И также версия куки. Если вы измените свою информацию в политике куки, вы можете увеличить их версию, чтобы снова отобразить всплывающее окно. Ну, как и ранее. Аналогичная опция, как и в других настройках всплывающих окон, которые мы смотрели. Давайте посмотрим, как это смотрится визуально. Обновим сайт. Вот через какое-то время, вот снизу, мы используем файлы куки. Залипающие, видите, я прокручиваю и окно видно. Больше информации получается, если я кликну, меня перебросит на ту ссылку, которую я подкрепил. И принять. Получается, если я принял, я окно больше не вижу. Вот я перехожу по страницам, окна больше нет. Человек принял, ему больше не покажется это окно. Но, если вдруг информация изменилась, мы каждый раз просто увеличиваем это значение. Чтобы вновь человек должен был, обязан там подтвердить. Или, по крайней мере, оно будет навязчиво ему тут показываться. Главное, чтобы законодательство к вам не приставало. Что у вас там, допустим, не показывается это окно. Также интересно, оно смотрится на имитации мобильного устройства. В принципе, ничего никуда не улазит за края. Все компактно. И это действительно мобильная версия этого всплывающего окна. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова